В самый час пик мы видим, что людей в автобусах по-прежнему мало. В основном заняты только сидячие места. Люди стараются соблюдать дистанцию полтора метра, а также носить маски. Каждый человек хозяин своего здоровья и в первую очередь он должен думать о нем, а не о других каких-то делах. Сейчас, особенно в данный момент, какая сейчас ситуация вообще в мире стоит, то мне кажется, это без маски выходить сейчас, даже просто за хлебом, это считается как минимум не обдуманно. Кондуктор Ирина Рябова каждый день перед выходом на маршрут проходит инструктаж. Медицинскую маску меняет каждые два часа. Говорит, многие соблюдают режим самоизоляции. Пассажиров стало в разы меньше. Большинство старается обезопасить себя и носят маски, но при этом остаются и те, кто игнорирует рекомендации. Мы напоминаем, кто без масок заходит, просто говорим, что желательно надеть маску, надеть перчатки. Карты в руки не беру, на расстоянии как-то это делаю. Они сами прикладывают свои карты, то есть я их не беру в руки. У меня практически все с картами наличными, от таковых нет. Всем рекомендуют обезопасить себя, не только нам, но и всем, кто находится на улице. Раз идут рекомендации, конечно, важно. Мы тоже соблюдаем, как вы видите, все наши работники, всем нам выдают перед выездом на линию маски, проводят инструктаж. В Самаре увеличилось число работающих предприятий, а значит и пассажиропоток. Поэтому на маршруты вышло более тысячи единиц общественного транспорта. На оперативном штабе в администрации города под руководством главы Самары Елены Лапушкиной, представители департамента транспорта, рассказали, что регулярно проводят мониторинг пассажиропотока и держат ситуацию под контролем. Социальное дистанцирование в общественном транспорте сегодня, я могу сказать, что выполняется. На завтра мы предполагаем выпустить такое же количество общественного транспорта, поэтому с учетом того, что у нас сейчас работает, пока не значительное количество предприятий общественного транспорта достаточно. Кроме того, общественный транспорт регулярно дезинфицируют специальным раствором, который рекомендовал Роспотребнадзор. Его закупили с запасом. Хватит на несколько месяцев. Елена Малютина, Максим Гусев, Константин Головин. События.